Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня такой интересный разговор про ЭПЛ-комплекс. Я его просто обожаю. Это ЭПЛ-комплекс, я называю СОС-препаратом. То есть тот продукт, который используется во многих случаях. Но я вам расскажу про эти случаи. Во-первых, первый случай, когда к вам пациент приезжает после инсоляции. Он приезжает после инсоляции, что мы видим? Мы можем видеть просто ожог полностью на всем лице. И нам нужно прииницировать препарат. Мы можем увидеть очаговые ожоги. Поэтому мы можем иницировать только очаги. И вот этот СОС-препарат, как я называю его, он как он выглядит? Он состоит из двух фаз. Смотрите, ампула 5 мл и флакон, тоже 5 мл. И когда я говорю про какую-либо серьезную проблему, такую, например, как ожоги после инсоляции, я буду использовать только препарат из флакона. Я возьму небольшое количество. Это может быть 1 мл, 2 мл. Прииницирую полностью по всему лицу и сделаю акцент на каких-то ожогах. Это первый вариант. Второй вариант. Когда к вам пациент приходит с такой сушеной кожей после периода отопления. Когда у нас отапливаются батареи, когда у нас работают кондиционеры на теплый воздух, когда в машине мы ездим, и у нас тоже работает кондиционер теплый именно. И, конечно же, кожа тоже страдает после таких воздействий. Но потом еще у нас зима, ветер, дождь, холод. И это все отражается, конечно, на коже лица. Мы же не можем надеть... Ну нет, в принципе, сейчас мы, конечно, надеваем маски. Но сами понимаете, что маска не спасает от всего, что окружает нашу кожу. Поэтому вы можете использовать в двух вариантах такой препарат. После таких вот, когда человек приходит к вам, у него сухая кожа, стянутость, вот это неприятное ощущение, вы можете использовать флакон в моновиде, допустим, 1-2 мл, просто проницировав бугорками как ревитализацию, потому что это считается ревитализантом прежде всего. А потом остатки соединить с ампулой и проницировать, опять же, полностью все лицо, но более поверхностно. То есть у вас будет такое двойное воздействие на кожу лица. То есть и глубокое, и поверхностное. То есть вот такой вариант, например. Еще один вариант, когда я использую этот препарат. Этот препарат очень хорош. Вот обратите внимание сейчас на мои слова. Во-первых, купероз, теленгектазия, а что после? А после розация. И когда я вижу вот эту вот розацию, мне вот сразу хочется использовать этот препарат именно из флакона, взять 1-2 мл и купировать вот эту вот страшную эритему. И, конечно же, такие вещи, как купероз, теленгектазия, это все можно пролечивать именно препаратом ЭПЛ, соединив его, допустим, 1 мл из флакона, 1 мл из ампулы, соединив 2 мл и поверхностно ввести препарат в кожу лица. Прекрасно. Когда еще используется препарат? Ну, я уже сказала, что это увлажняющий, то есть препарат, который занимается прежде всего увлажнением, то есть ревитализация с хорошим эффектом увлажнения. А увлажнение нам надо всегда. Не в зависимости от возраста, вы прекрасно понимаете, не в зависимости от возраста нам нужно увлажнение. Это может быть человек, которому 25 лет, и у него сухая кожа. Это может быть человек 45 лет, это может быть 50 лет, это может быть 60 лет. Это как угодно. Но ЭПЛ, запомните, это СОС препарат. Препарат именно СОС. Когда нужно восстановить кожу, когда ее нужно увлажнить, когда ее нужно пропитать, для того, чтобы она была красивой, розовой, скажем так, без каких-то вот этих вот поверхностных морщин, которые, опять же, образуются очень часто после инсоляции, после пересушивания кожи. Я не говорю про мимические морщины, я говорю именно про морщины образующиеся, простатические. Поэтому, конечно же, это все будет ЭПЛ-комплекс. Можно работать с курсом. Курс состоит всего из трех процедур. Причем процедуру можно инициировать раз в 10-14 дней. Также может использоваться как одноразовый продукт, когда нужно что-то купировать. Купировать ожоги, купировать излишнюю сухость, купировать розацию, работать с куперозом, с таленгектазией, все, пожалуйста, это ЭПЛ. Итак, ревитализант, который можно работать, как совмещая флакон с ампулой, так и отдельно. То есть отдельно препараты с флакона, отдельно препараты с ампулой. Также немного взяли 1-2 мл из флакона, проиницировали достаточно глубоко, то есть дермальный слой. Поверхностно вы взяли остатки препарата, соединили с ампулой и проиницировали все это поверхностно. То есть разные вариации при введении данного препарата. Итак, ЭПЛ-комплекс, двухфазный препарат. Фаза 1 – ампула, фаза 2 – флакон.